Я вообще считаю, что ситуация штатная, с моей точки зрения. Что у нас не ухудшилась ситуация в клубе относительно 9-10-11 года. С этих слов Александр Рожнов начал встречу с нашей съемочной группой. Генеральный директор Шинника сегодня был откровенен, говорил обо всем. О своих отношениях с главным тренером Юрием Газаевым и некоторыми футболистами, о финансовом состоянии клуба, о позиции, занятые учредителями. Главную задачу Рожнов видит в сохранении рославского профессионального футбола. По количеству денег мы ставим и задачу. К сожалению, на сегодняшний день мы не можем себе позволить истратить 500, 600, 700, 800 или миллиард рублей, вложить в бюджет для того, чтобы попасть в премьер-лигу. Но мы сегодня находимся на стадии минимизации расходов на сегодняшний день, в том числе по зарплатным ведомостям, по уменьшению кредиторской задолженности. Что касается главного тренера Шинника, то, по словам Рожнова, Юрий Газаев, остранен исключительно из-за слабых результатов Шинника. Если брать третий клуб прошлого сезона и начало этого, то команда потерпела уже 12 поражений. Все думают, что это какой-то конфликт между генеральным директором, главным тренером. Но это, поверьте, этого нет. Потому что я даже не планировал с ним встречаться, с главным тренером, на следующий день после игры с Волгарем. Просто меня заставило это сделать. Во-первых, безобразное отношение футболистов к тренеру у меня проблем не было. Я ему сказал, Юрий Фазанович, они за вас не играли. Вы просто где-то потеряли нити игры. Комментирует Рожнов и громкие заявления капитана Валерия Катынсуса. По версии директора футболиста используют некие политические силы. И я прекрасно понимаю, что они его просто подхватили за ручки полтора месяца назад. Они ему пишут письма, печатают в типографиях Рожнова в отставку. У меня нет сомнений, что футболисты и фанаты, когда это делают, они делают это от руки и пишут там, да. Многие фразы они пишут, там первый пошел, например, и так далее. Это их личное убеждение и личное мнение. Когда это делается за деньги или за какие-то политические убеждения, или за какие-то ковришки, грубо говоря, да, то это другое в процессе. Что касается финансов клуба, то здесь Рожнов раскрывает бухгалтерию. В частности, по версии гендиректора, текущая зарплата футболистам платится. Есть долги по премиальным затрегивающим рук и по бонусам некоторым футболистам. Но зарплатную ведомость команды ждет значительное сокращение. Договорились с футболистом о понижении заработной платы, в том числе, что я предложил вчера Юрию Фазуновичу, с него начало. Я говорю, если вы на сегодняшний день не понизитесь заработной платы, я уже понизился на треть, с 2010 года, как мои сотрудники. А вы вот можете понизиться сегодня в своих, ну там на треть, например, даже как я это сделал в 2010 году. Пауза была, он, конечно, не согласен. Интересно, что при этом Александр Рожнов является одним из кредиторов клуба. Он вкладывает в шинек личные деньги. Все кредиторы, которые сегодня основные, они это ярославцы. Это сегодня у нас. Это Мухин, это сегодня Элдин, это сегодня Рожнов, тот же самый я. Это сегодня Инвестпром Лизинг, это сегодня Арфарм. Это все люди, которые на сегодняшний день давали деньги в клуб, но в основном это 2007 года договора. Под угрозой и база ярославского шинека. Белкина сейчас в залоге. Даны поручения должностным лицам ярославской администрации, чтобы они вывели из залога эту базу. Потому что она нужна, необходима для шинека, для футбольного клуба. В том числе, необходима и для дальнейшего попадания, если мы попадем как город, принимающий чемпионат мира 2018 года. Это одна из баз, которая заложена непосредственно в зону ФИФА. Не сложились все отношения гендиректора с одним из учредителей, мэрией города. От главного начальника в шинке не жду денег на содержание профессиональной команды. Но мэрия отказала и финансирование детской школы. 9 июля этого года мэрия в одностороннем порядке, комиссия по субсидиям, приняла решение обрезать детскую спортивную школу, детский молодежный футбол, детский молодежный футбол на сумму 13 миллионов 421 тысячи рублей. Оставили на четвертый квартал нам 55 тысяч 100 рублей. А сняли 13 миллионов 421 тысячи рублей. Понимаете, что это такое? Значит, они обесточили нас полностью. В заключении встречи Александр Рожнов дал понять, за свое кресло он не держится. Я всегда говорю, что я готов уйти. Для меня главное, чтобы человек пришел сюда, принес деньги с собой, или чтобы под него заводили сюда деньги. Я сразу же подписываю заявление. В клубе завершается проверка контрольно-ревизионного управления Департамента финансов. Ее результаты рассмотрят собрание учредителей. На нем в конце августа и будут приняты все решения, в том числе кадровые.